Начнем выпуск с оперативного совещания в правительстве региона. Губернатор Мурманской области провел его в дистанционном формате из Москвы. Перед тем, как вылететь в столицу, где на этой неделе у него запланированы рабочие встречи, Андрей Чибис посетил отдаленные населенные пункты на юге Кольского полуострова и на месте оценил промежуточные результаты выполнения стратегического плана «На севере жить». Одним из пунктов в маршруте рабочей поездки главы региона по югу Заполярья стала «Умба». В поморском поселении завершено обновление поликлиники. Продолжается ремонт дорог и подъездов в многоквартирных домах. Идет установка детских игровых комплексов «Открытый сопки спорт». Решен вопрос также транспортной доступности. На межмуниципальном маршруте «Кандалакша-Умба» теперь курсирует новый автобус. Еще один выполняет рейс из «Кандалакши» в Варзугу. Там тоже перемены. В Варзуге мы открыли точку роста, сделали спортзал, кабинет информатики по программе «Арктическая школа». Музей школы, кстати, занял третье место по нашей стране в части цифровизации и получил соответствующий грамот, хотя там учатся всего 44 ученика. И в Кузмине открываем в этом году «Опушевский пункт». Побывал глава региона и в селе Краснощелье Лавазерского района. В нем проживает чуть более 300 человек. За последние пять лет там построили ФАП, обновили дом культуры, открыли игровой и спортивный комплексы. Сейчас, благодаря победе в грантовом конкурсе «Арктическая школа» в местном общеобразовательном учреждении идет ремонт класса истории. Появится уже в этом году в Краснощелии и образовательное пространство «Точка роста». Как сообщил Андрей Чибис, принято также решение выделить деньги на два новых дизель-генератора, которые будут обеспечивать надежное электроснабжение населенного пункта. На совещании Андрей Чибис сообщил и о том, что по стратегическому плану «На севере жить» сделана Вала Курти, Зеленоборском, Зареченске и Кандалакше. Преобразились за последние пять лет, отметил губернатор, также полярные зори. В городе ремонтируют дворы и дороги, строят и обновляют социальные объекты. А на бульваре «Северное сияние» начался третий этап благоустройства. И это только начало масштабных перемен. Такой вывод можно сделать после важного заявления, которое в ходе оперативного совещания в правительстве области сделал глава региона. Для города разрабатывается свой мастер-план. В рамках этого мастер-плана мы на ближайшие пять лет определим четкие приоритеты, куда будем инвестировать и дальше для того, чтобы жизнь становилась в городе еще лучше.